В неочередное заседание Думы проходило в Большом зале администрации. Приподнятое настроение гостей понятно. В Новый год город войдет с новым мэром. Финансовый год начнется как обычно. К вызовам времени, в том числе к снегопаду, объявленному на 31 декабря, город тоже готов, о чем Веркиенко сказал на брифинге сразу после присяги. Его приглашают на трибуну, голос звучит твердо, и все обращают внимание, что сегодня Веркиенко в галстуке, чего раньше не наблюдалось. Я, Веркиенко Виталий Васильевич, вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города. С напутственными и поздравительными речами на инаугурации выступили высокие гости. Вице-губернатор Александр Костенко, спикер Краевого парламента Александр Ролик, депутат Госдумы Сергей Собчук, митрополит Владивостокской и Приморской епархии Вениамин. Владимир Новиков, во-первых, пригласил Веркиенко в семью, совет глав муниципальных образований Приморского края, на должность своего заместителя, чем вызвал в зале улыбки и одобрения. Новиков вспомнил о том, что они совместно работали над проектом «Приморское кольцо», и вначале будущий мэр не убедил главу Артема, Новикова, а затем, взяв тайм-аут, вернулся к разговору уже с командой проектировщиков из Германии. Так Веркиенко победил стритрейсеров и создал точку притяжения для гостей из АТР, спортсменов и бизнесменов «Приморское кольцо». Во-вторых, Виталий Веркиенко имеет одну слабость – не любит официальный стиль, поэтому получил подарок с госсимволикой. Знаю вашу, значит, небольшую слабость такую, не любовь к ношению галстуков, но поскольку вы вступили на определенный жизненный этап для себя, галстук вам все-таки придется носить, поэтому позвольте мне вам презентовать галстук с символикой российского государства. Напомним, Виталий Веркиенко был избран главой Владивостока 21 декабря. За его кандидатуру в ходе заседания городской думы депутаты проголосовали единогласно. Фракции «Единой России» было рекомендовано его поддержать. А вот единодушие депутатов других фракций можно считать хорошим знаком для будущей работы. Об этом сказал депутат Госдумы Сергей Собчук. Он также подчеркнул заслуги команды Игоря Пушкарева, которая почти 10 лет развивала город, ликвидировала очереди в детские сады, строила дороги и реконструировала скверы. Я хочу отметить, что администрация города Владивостока в отсутствии избранного главы полтора года, на мой взгляд, вполне успешно справлялась с этими обязанностями, которые были в Москве. Поэтому большое вам, уважаемые коллеги, спасибо за ту работу, которую вы делаете. Но это говорит о том, что перед вами очень высокая задача стоит, безусловно, оправдать доверие граждан города Владивостока, выраженное голосование депутатов Думы города Владивостока. Я уверен, что депутаты будут верными вашими помощниками, голосуя за вас. Они разделили эту ответственность. Они тоже сегодня отвечают за действия главы, так как они лично голосуют за ваше избранное. Председатель краевого парламента Александр Ролик в своем напутствии подтвердил, что депутаты готовы сотрудничать по формированию бюджета столицы Приморья, по реализации краевых и муниципальных программ, выполнению депутатских наказов и работе с обращениями граждан. У хорошего хозяина дел только пребывает. Так в поселке Трудовое, округе депутата Александра Ролика, непочатый край работы. О создании команды Виталий Веркенко сказал сразу после судьбоносного заседания Думы Владивостока. Никаких революций в составе руководителей он инициировать не намерен. Его правой рукой станет Алексей Литвинов. Сегодня было очень, с одной стороны, эмоционально, и с другой стороны, очень корректное и правильное выступление Алексея Литвинова. Я действительно поддерживаю его слова о том, что вот в тот период, очень сложный период 2017 года, команда администрации города Владивостока действительно предпринимала серьезные усилия для того, чтобы не сорвать многие вопросы жизнеобеспечения города и не забывая о его развитии. Поэтому я поддерживаю и высоко ценю усилия всех заместителей главы и лично Алексея Литвинова. Сегодня у нас будет серьезный разговор о перспективах и наших совместных планах, но в том числе я вижу в лице Алексея Литвинова свою правую руку, своего надежного помощника в качестве первого заместителя главы. Запоминающимся получилось и выступление председателя Совета почетных граждан Владивостока Светланы Морозовой. Она предложила усыновить Веркиенко, а старшему поколению горожан во всем ему помогать. В завершении церемонии глава Владивостока Виталий Веркиенко вновь вышел на трибуну. Он сказал, что прежде у него были опасения, что сейчас его будто корабль отправят в одиночное плавание. Но речи коллег придали ощущение единства и поддержки. Чем займется городоначальник в январе, в первую очередь, поинтересовались журналисты на брифинге. Есть комплекс проблем, то есть решения точеч на которых, ну они очень важны, вот Мария сейчас говорила об этом, например, там детское питание, действительно важно. Коммунальные проблемы очень серьезные, там отсутствие там парковых зон, но недостаточно хорошая работа, мягко скажем, общественного транспорта. Масса проблем. Есть проблемы во всех сферах абсолютно. Но для начала, то есть я вам откровенно и честно говорю, что нельзя просто бросаться и дергать за все рычаги сразу, не вникая попробовать решать какие-то локальные задачи. Там, где они действительно очень острые, ну будем решать очень быстро. Но решить комплекс задач можно только поняв причины, возможные инструменты для их решения. Веркиенко добавил, что считает важным вернуться к идее, инициированной еще администрацией Игоря Пушкарева. По созданию ВКАДа, дороги, которая разгрузит многие магистрали, сделает более продуктивной работу порта, а жизнь на Игершельде более комфортной. На новогоднюю ночь планы тоже готовы. 31 декабря в 22 часа он будет с горожанами на центральной площади. А если в новогоднюю ночь начнется снегопад, в мэрии, где создан штаб по ликвидации последствий стихии. Действительно может быть сложная ситуация в новогоднюю ночь. Все службы к этому готовы. То есть штаб подготовлен. Он, кстати, находится здесь же на втором этаже, где есть мониторы, все системы связи и все службы, ответственные за успешную, эффективную работу во время вот таких сложных ситуаций, как снегопады. То есть будут работать. Я буду находиться здесь же, уверен в том, что мы справимся и с этими сложностями. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.